Впервые. Первый раз и очень понравилось. Один из самых лучших сборов за всю свою жизнь провожу здесь. Без пафоса. Ну а вот что именно есть здесь для вашей сборной? То, что вам больше всего понравилось, больше всего необходимо? На данный период времени, это апрель-май, что мне здесь понравилось, это все условия для восстановительных мероприятий. Это бассейн, это сауна, это различные процедуры, массажи, ванны и так далее. Тренажерный зал, стрельбище, лыжероллерная трасса, все. И условия погодные идеальные как раз в данный период времени. Очень хорошо здесь мероприятия проводим. А почему раньше вы не проводили сборы в Белокурихе? Ведь уже, наверное, больше 10 лет сборная по биатлону России проводит здесь свои традиционные сборы. Я дело в том, что начинал 7 лет назад с ребятишками работать. И ребятишек сюда по разным причинам не всегда завезешь, потому что не так дешево здесь. А люди доросли как бы до юношеской, до юниорской сборной России. Поэтому наш центр спортивной подготовки Алтайский и министерство дали такую возможность восстановиться ребятам здесь после сезона напряженного. И подготовиться уже к предстоящему новым битвам 2021 года-2022. Несколько слов о команде. У нас здесь 7 человек. Вот помимо Дениса, который представляет Новосибирск и Республику Алтай, есть еще 6 человек, спортсменов Алтайского края, которые, ну как минимум, это призеры и первенства страны, и члены сборной команды России по юношам и по юниорам. То есть здесь люди, как бы скажем, непростые собрались. Поэтому и здесь дали такое провести мероприятие. И спасибо здесь санаторию Белокуриху огромное за оказанную нам вот такую возможность проведения учебно-тренировочного сбора и восстановительных мероприятий. Здесь очень все здорово. Я не ожидал. Денис, ты впервые в Белокурихе? Да, если честно, был всегда проездом, либо поднимался на Белокуриху-2, а так именно в центре города и тем более в санатории России никогда, к сожалению, не был. Открыл для себя довольно-таки интересное место. И по возможности, думаю, что это место станет традиционным. И каждый год, каждую весну буду приезжать сюда и восстанавливаться, добираться сил к новому сезону. Скажи, вот в чем заключается восстановление вот здесь? Вот как у вас день запланирован, как он проходит? Ну, в первую половину дня у нас идут тренировки. Мы делаем какую-никакую все же нагрузку, все равно паузы длинные не стоит делать, потому что все равно будет происходить застой. И, соответственно, после тренировки, после нагрузки мы проходим процедуры, тем самым восстанавливаясь и после тренировки, и после сезона. Это намного важно. Но и весна, сам такой период, нужно восстановиться после сезона не только физически, но и эмоционально. Белокуриха – это то самое место, где, ну, спокойное место, как и тот же Горный Алтай, откуда я родом, где можно остаться один наедине с самим собой и, в принципе, восстановиться и подумать, и настроиться на новый сезон. А вот ты сказала, у вас процедура. А вот какая процедура тебе больше всего нравится, может быть, какой-то эффект? Ну, насколько я знаю, сюда приезжают в санаторий лечиться, то есть люди приезжают с проблемами и их лечат. Но, к счастью, у меня проблем нет, я делаю общие восстановления, то есть массажи общие, общие вводные процедуры, тем самым восстанавливаю себя полностью. И как таковой что-то конкретное я не могу для себя определить, просто восстанавливаясь в общее тело. – Ну, у вас здесь тренировки по стрельбе проходят, на роликах катаетесь, еще что у вас? – Ну, постепенно начинаем включаться в базовую работу, все равно потихоньку наращивать и объем, и нагрузку для тренировок, тем самым задавая тон на сезон, а так, в принципе… – Ну, вы стреляете? – Да, конечно, стреляем. – На стрельбище, да, ходите? – Здесь идеальное стрельбище, я считаю, не такое большое, как и, например, во всей России, стрельбище, там, биатлонные комплексы. Но все равно она позволяет с условиями работать, и хоть и не такой большой команды, но в любом случае получается это делать. – А вот скажи, когда ты впервые стал чемпионом мира, что чувствовал? Вот ты помнишь вот это, как ты пересекал финиши, когда ты уже осознавал, что ты чемпион? – На самом деле уже и не хочу вспоминать. Нужно опустить эту всю тему. Для меня хоть и приятны эти эмоции, все, что произошло, нужно это опустить и работать дальше. Не нужно на этом зацикливаться. И данный вопрос, хоть и корректен сейчас, но для меня это некорректный вопрос в данный момент. Потому что начинаем работать на новый сезон и работать совершенно на другие цели. – В ближайшие какие соревнования? – В ближайшие соревнованиях у нас – это вкатка, думаю, начало сезона зимнего, там будем отбираться уже в команду и потихоньку ездить на кубки IBU по юниорам. А там, показывая результаты, возможно, хорошие, уже будем отбираться на кубок IBU. Ну и в конце, это у нас в марте, будет проходить чемпионат мира по юниорам. Тот же старт, только на уровень выше, уже не юношеский, а юниорский уровень. И будем постараться там показать хороший результат. – А ты же в сборной России, да, уже? – Да, конечно. – А почему в сборной Алтайского края тренировки? – Объединенный сбор. – Да, сложились такие условия, что появилась возможность съездить на сбор. И так как у нас сейчас в Новосибирской области проходит период отпусков, у нас спортсмены отдыхают, у меня появилась возможность съездить со сборной Алтайского края и, в принципе, уже начать работу к новому сезону. – А можем совсем коротко, вообще как ты попал в биатлон, как ты начал заниматься этим видом спорта? – У меня отец тренер, личный тренер, по сей день. Большое спасибо ему, потому что без него вообще невозможно было ничего. И с трех лет на лыжах потихоньку оздоравливаюсь, шаг за шагом. Потом все переходило из любительского спорта, профессионально, и сейчас имеем такие результаты. – Ну а чтобы быть биатлонистом, хорошим биатлонистом, какие качества нужны молодому человеку? – Ну, я не знаю, это индивидуальность. Каждый сам по-своему индивидуальный. И, ну, что у нас? Быстрые ноги, меткая стрельба. В принципе, этого достаточно. – А вот какие бы ты вершин в этом виде спорта хотел вообще достигнуть? Вы же ставите, да? Ты говоришь, ну, не хочется там вот первые, первая это победа в чемпионате мира. – Ну, загадывать вообще нельзя. Она вообще в жизни загадывать – это плохо. Работать, конечно, стремиться к наивысшим ступеням – это Олимпийские игры, чемпионат мира. Ну, и каждый у нас хочет совершенствовать и быть лучше. Ну, и, соответственно, быть в лучшем мире. – Надеемся, Белокуриха поможет тебе. – Конечно, это один из шагов к этому. – Нормально? – На базе Сан-Туре-Россия? – Да, в принципе, я прохожу много процедур. Наверное, хорошо помогает это родон, родоновые ванны, ну, и массаж тоже, что восстанавливает все мышцы. – А ты впервые в городе-курорте нашел? – Именно в Сан-Туре-России, да. То есть была проездом тоже так, на Белокуриху-2 поднимались, а жить именно здесь нет. Первый раз. – Ну, а здесь вот у вас как бы вкатывание же, вы только начинаете, да, как восстанавливаться после этого зимнего спортивного? – Да, втягиваемся, больше, чем вкатываемся. – Да. – Восстанавливаемся. – В осень, наверное, да, вкатываете? – А какой вид вот тренировок тебе здесь нравится, почему? Что больше тебе нравится? – Да, мне все тренировки нравятся, ну, велосипед нравится, стрелять, что здесь хорошее стрельбище. Я думаю, что мы можем уже сейчас начать стрелковую подготовку. Это редко кто начинает в такой сезон, ну, в начало сезона ходить с мая. Нравится смотреть роллеры, ролики. – А ты вообще как решила пойти в биатлон? – Ну, как-то спонтанно все вышло, что я пробежала с соревнований, и Сан Саныч меня как бы пригласил тренироваться. – А ты где родилась и выросла? – В Алтайске. – В Алтайске? – В Алтайске, да, да. И я как бы ничем не увлекалась, и тут как бы… – А со скольки лет? – С 17-го года. – 17-го? – И, ну, и все. Так закрутилось, завертелось. – А вот твое достижение самое высокое на данный момент? – Ну, наверное, шестое место в мире. И, ну, и медали «Сперминств России», «Золотые» всякие. – Ты серьезно, да, настроена продолжать заниматься биатлоном? – Да. – Чего хочется тебе достичь? – Ну, самореализации максимальной, чтобы показать на максимум все резервы организма, ну, все идеальности стрельбы, чтобы все было… закрывались все установки. – У тебя что, стрелять больше нравится или бегать? – Да, я тоже. – Вместе, все вместе, чтобы не наскучило. – В ближайшие соревнования какие будут? – Ну, на вкатывании будут дворы в команду. – Тоже будут? – Да, да, да. Все.